Дагестан Вернулись с Хаджа. Рейсы с первыми паломниками начали прибывать в Махачкалинский аэропорт. И снова Умахановский. Престижный международный турнир по боксу после долгой паузы вновь соберет сильнейших мастеров кожаной перчатки в Каспийске. В Махачкале стремительно растут цены на квартиры в новостройках. Стоимость одного квадратного метра первичного жилья в столице республики за год выросла на 87%. По официальным данным, за полгода цена квадрата увеличилась на 11% и составляет более 70 тысяч рублей. Надо отметить, что среди регионов России, кроме Махачкалы, порог роста цен в 10% преодолели только Краснодар и Сочи. В Дагестане лучше не загорать и не задерживаться под солнцем. Республика попала в число регионов, где в ближайшие дни прогнозируется высокая ультрафиолетовая активность. По данным Гидромедцентра России, в Южном и Северокавказском федеральном округах этот индекс скоро составит 8-9 единиц из 12 возможных. В нашем регионе он периодически будет достигать даже 10 единиц. Специалисты рекомендуют оставаться в полуденные часы в тени, носить одежду с длинным рукавом, шляпы, а также использовать солнцезащитный крем. Дагестан в этом году выделил более 700 миллионов рублей на приобретение жилья сиротам. Но по закупке жилплощади контракты почему-то так и не подписаны. Об этом говорили на очередном совещании правительства республики. Почему сложилось такое положение дел и кто виноват? Ответы на вопросы смотрите в сюжете наших корреспондентов. Приобретение квартир для сирот затянулось по ряду причин. Но самая главная проблема в медлительности руководителей муниципалитетов. Чиновники не провели соответствующие торги. В итоге из более чем 700 миллионов потрачено лишь 87. Разумеется, таким положением дел в правительстве республики недовольны. Собственник земельного участка, он хочет построить что-нибудь там якобы элитное, хотя там кроме фасадов ничем они не отличаются, к сожалению. И везде там по 45, по 50 квадратов однокомнатные квартиры. И мы им выдаем разрешение, согласовываем и считаем, что мы не имеем прав на как-то их влиять. За это время и само жилье заметно подорожало. К примеру, в Махачкале один квадратный метр уже доходит до 100 тысяч рублей. При этом приобретаемые квартиры должны еще и соответствовать определенным требованиям. Оставшиеся денежные средства мы, соответственно, можем перераспределить. Для этого мы подготовили второй документ. Он после выпуска постановления будет нами запущен. Это распоряжение правительства о перераспределении, о возврате доведенных лимитов и перераспределении. То есть мы заберем с приобретения и направим эти средства на сертификат. Глава Кабмина региона взял вопрос под личный контроль. В ближайшее время все районы должны отчитаться о торгах и подписанных контрактах. На совещании также рассмотрели вопрос материальной помощи малоимущим. Минтруд предлагает этой категории населения следующие варианты соцконтрактов. Индивидуальная предпринимательская деятельность выплачивается в размере до 350 тысяч единовременно сроком не более на 12 месяцев. На явление личного подсобного хозяйства выплачивается в размере 200 тысяч рублей единовременно сроком не более на 12 месяцев. На преодоление трудной жизненной ситуации выплачивается в размере прожиточного минимума ежемесячно в течение 6 месяцев. Кроме того, правительство рассмотрело и вопросы поддержки жителей Буйнакска, пострадавших от стихии. Все они смогут принять участие в 10 социальных контрактах по направлению преодоления трудной жизненной ситуации. Ларьяна Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, новости ННТ Махачкала. В лагере «Надежда» открылась профильная смена «Время первых». 200 активистов отделения «Движения первых» погрузятся в науку и технологии. Главные темы обучения – нейронные сети и инструменты по их созданию, а также информационные технологии. Планируется участие активистов совместно с наставниками на альтернативных площадках, мастер-классах и играх. Прикладное искусство, уже есть практически завершенные работы. Медведи слепили. Это из чего они? Василина. Из Василина? Да, 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 это картина. Вот вы и есть настоящие участники «Движения первых». И вы идете той дорогой, которая в конечном итоге приведет вас к той точке, когда старшее поколение сможет передать вам ответственность за нашу страну и за вашу республику. Дагестанские паломники возвращаются на родину. Несколько рейсов уже приземлились в Дагестане. Паломники продолжают пребывать. Наша съемочная группа встречала утренний рейс из Саудовской Аравии. Слово Айше Тухаевой. Зухра в аэропорту с самого утра. Она ждет брата, который впервые в жизни совершил хадж в этом году. В руках она символично держит зеленый флаг и с любовью приветствует каждого, кто вернулся в Дагестан со святых земель. Очень волнуюсь, очень хочу видеть его глаза, в целости, в сохранности, чтобы приехал. Я Всевышнего благодарю, чтобы таким баракатом, таким этим, чтобы мой брат приехал. Пусть Всевышний примет, пусть Всевышний все, кто хочет позвать, Всевышний позовет большой хадж. Я подготовился 10 лет. Вот, в течение 10 лет наконец-то приехал хадж. Очень, очень доволен. Жизнь будет самый хороший, один момент. Вот это самый хороший момент в жизни. Все спешат поприветствовать, обнять своих близких, а кто-то целый месяц не видел маму. Зайербек много раз подбегал к двери, надеясь первым ее увидеть. Он и его сестры держат в руках розы для мамы, которая прилетает рейсом из Мекки. Мама прилетит, да? Я скучал по маме, и у нее не было один месяц. Целый месяц без мамы. Ой, я, конечно, всю дорогу, и со вчерашнего дня, вот, представляла эту встречу, как мы будем встречаться. Вообще, очень скучала, исход и месяц прошел. Очень скучала по своим детям. Как мой сын, пускай всех встретят. Вот такими объятиями. Спасибо большое, конечно. Спасибо нашему руководителю рейса ЕК-1, Мухамаду Арифу. Спасибо нашему руководителю общего рейса, спасибо компании Марбатур, что так все организовали. Нас там очень трепетно встретили и провожали со слезами на глазах. С каждым годом растет уровень профессионализма руководителей групп в хадже и их помощников. Со временем заметно расширился и круг их обязанностей. Зона ответственности за паломников выросла в разы. Руководители весь период хаджа находятся в тесной связи с паломниками из своей группы. На самом деле, все как братья и сестры, уже третий-четвертый день уже со всеми все познакомились, уже как дружная семья, помогали кому как нужно. Вот так провели этот весь процесс хаджа, альхамдуллах. Совет мой – всегда с собой иметь собор и иман. Если имана нет, то если мы просто так как туристы туда будем ездить, это ничего нам не даст. У дверей аэропорта большое количество встречающих родственников из хаджа. Сегодня в Дагестан прибыли еще три рейса из Мекки и Медины. Самолеты в эти дни будут прилетать по нескольку раз в день. Многие паломники из Дагестана еще находятся на святых землях, совершая обряды хаджа, и ждут в своей очереди прилета на родину. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Новости ННТ, Каспийск. И о спорте. Боксеры из восьми стран подтвердили участие в международном турнире памяти Магомед Салама Умаханова. Мемориал видного государственного деятеля пройдет с 12 по 16 сентября в Каспийске во дворце спорта имени Али Алиева. Помимо хозяев на ринг выйдут представители Венесуэлы, Швеции, Кыргызстана, Узбекистана, Афганистана, Казахстана и Туниса. Напомним, из-за пандемии коронавируса и международных санкций данные соревнования не проводились с 2020 года. В чемпионате республики по футболу прошли игры шестого тура. В южной зоне ожидаемо победили Лейки и Табасаран. В северной зоне сразу два матча прошли в Махачкале. В первой игре команда республиканской спортивной школы проиграла лидеру зоны Хасавюртовскому району 1-4. На стадионе Приморский судостроитель «Динамо» принимал Тимирхан Шурум. Основное время матча завершилось в ничью. Обе команды забили по два мяча. В послематчевой серии пенальти удачливее оказались хозяева. Итоговый счет 4-2. В еще одном матче этой же зоны Кизляру присуждено техническое поражение. Лидерами турнирной таблицы в своих группах остаются в Хасавюртовский район и Лейки, набравшие 10 и 12 очков соответственно. Тренер Горан Алексич и «Динамо» завершили сотрудничество. Сербский специалист, занимавший пост главного тренера «Динамо», покинул клуб. Стороны решили не продлевать контракт, действие которого истекло 30 июня. Алексич начал работать с махачкалинцами в январе 2022 года. Под его руководством «Динамо» вышла в первую лигу, где заняла в итоге 8-е место в турнирной таблице. Сейчас клубом работает старший тренер Рабадан Гаджи Магомедов. О новом главном тренере будет объявлено в ближайшее время, сообщает сайт «Динамовцев». Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире.